В прошлом видео мы узнали, что определить кислотность молекулы можно, посмотрев на стабильность сопряженного основания. Чем стабильнее сопряженное основание, тем кислотнее молекула. Также в прошлом видео мы говорили об электроотрицательности, которая стабилизирует сопряженное основание. В этом видео мы снова обратимся к электроотрицательности, но теперь сфокусируемся на резонансных структурах. Резонансные структуры позволяют стабилизировать сопряженное основание. И начнем мы с пропана. Константа диссоциации кислоты от протона равна 50, Так что протон совсем не является кислотным. Пропан отдает протон, и этот электрон уходит к углероду. Мы можем нарисовать сопряженное основание для пропана. Итак, нарисуем водород. У углерода будет 3 водорода. У этого углерода 2. Углерод справа отдал протон, поэтому у него осталась электронная пара, что дает этому углероду отрицательный заряд. И у нас получится карбанион. В карбанионе заряд локализован в этом атоме углерода. Углерод не сильно электроотрицателен. Он не очень хорошо стабилизирует отрицательный заряд. Это одна из причин, почему это сопряженное основание нестабильно. Другая причина состоит в том, что мы не можем нарисовать резонансную структуру для этого сопряженного основания. Мы не можем распространить этот отрицательный заряд на всю молекулу, чтобы деликализовать электроны и стабилизировать сопряженные основания. Итак, это нестабильное сопряженное основание по всем параметрам. И нестабильность сопряженного основания является причиной слабой кислотности пропана и высокого значения его константа диссоциации кислоты. Давайте сравним пропан с другой молекулой, пропином. Посмотрим на его протон. Константа диссоциации кислоты для этого протона составляет примерно 43, поэтому пропин более кислотен, чем пропан. И мы можем доказать это, взглянув на сопряженное основание. Пропин дает этот протон. Два электрона переходят к углероду. Давайте нарисуем сопряжённое основание. У углерода слева есть два водорода, у углерода сверху есть один, у углерода справа есть два водорода. Электронная пара на этом углероде — это наш карбанион. Заряд этого атома не обладает высокой электроотрицательностью, что говорит о том, что это нестабильное сопряжённое основание. Мы также можем нарисовать резонансную структуру для этого сопряжённого основания. Давайте нарисуем двустороннюю стрелку. Мы можем переместить электроны вот сюда, чтобы создать круговую связь между этими двумя углеродами. И мы можем присоединить эти электроны к этому углероду. Давайте нарисуем резонансную структуру, которая получится в результате. Теперь у нас есть двойная связь между этими двумя углеродами. У левого углерода по-прежнему будет два водорода, у центрального углерода будет один, углерода справа — их всё ещё два. Теперь у нас есть электронная пара у этого углерода, которая даст ему отрицательный заряд. Вот так выглядит резонансная структура. Давайте проследим за этими электронами. Электроны, обозначенные розовым цветом, это те электроны, которые формируют круговую связь. Теперь рассмотрим эту пару электронов. Сделаем их синими. Они присоединяются вот к этому углероду. Мы деликализовали электроны, при этом не забываем, что реальное сопряжённое основание будет гибридом этих двух резонансных структур. Отрицательный заряд распространился по всей молекуле. Он не локализован в одном углероде. Он распространился и делокализован по всей молекуле. И это стабилизирует отрицательный заряд и делает сопряжённое основание более стабильным. Поскольку сопряжённое основание более стабильно, то пропин будет более кислотным, чем пропан. Пойдем дальше и сравним пропин с этанолом. Это этанол, мы уже сталкивались с ним в двух предыдущих видео. Вот кислотный протон этанола. Значение константа диссоциации кислоты этого протона равняется примерно 16. Посмотрим, как этанол отдает протон. Эти электроны переходят к кислороду. Давайте нарисуем сопряженное основание. У этого углерода по-прежнему 3 водорода. У этого углерода 2 водорода. И у кислорода справа будут 3 электронные пары, которые дают ему отрицательный заряд. Теперь мы можем нарисовать резонансную структуру этого сопряженного основания. Отрицательный заряд локализован в атоме кислорода. Но мы знаем, что атом кислорода является электроотрицательным, поэтому он лучше сохраняет отрицательный заряд, чем углерод в предыдущих примерах. Это делает сопряженное основание стабильным. Сравнив значение константы диссоциации кислоты, можно увидеть, что кислотность этанола выше, чем кислотность пропина. И несмотря на то, что мы можем нарисовать резонансную структуру для пропина, а для этанола не можем, выходит, что заряд отрицательного атома является более важным фактором, чем резонанс. Отрицательный заряд этого кислорода, который является электроотрицательным атомом, оказывается важнее, чем концепция резонансности. Электроотрицательность важнее резонанса. Давайте сравним этанол с уксусной кислотой. Вот уксусная кислота. И вот кислотный протон уксусной кислоты. Значение константы диссоциации кислоты примерно равно 4,75. Давайте определим сопряженное основание. Уксусная кислота отдает этот протон, и эти электроны переходят к кислороду. Мы можем нарисовать сопряженное основание уксусной кислоты. У этого углерода по-прежнему будет 3 водорода. У верхнего кислорода будет 2 электронных пары. У этого кислорода справа будет 3 электронных пары, что дает ему отрицательный заряд. Это ацетат-анион, сопряженное основание уксусной кислоты. И у нас есть отрицательный заряд на электроотрицательном атоме, что стабилизирует сопряженное основание. Эта уксусная кислота более кислотная, чем этанол. Поэтому должно быть что-то еще, что стабилизирует сопряженные основания, и это резонансная структура. Нарисуем здесь двустороннюю стрелку. Мы видим, что эти электроны уходят сюда, чтобы сформировать круговую связь. А эти электроны уходят вот к этому кислороду. Давайте нарисуем резонансную структуру. У углерода слева по-прежнему будет 3 водорода. У углерода посередине было две связи, теперь у него только одна. Кислород, сверху, получил дополнительную электронную пару. И теперь есть двойная связь между этим углеродом и этим кислородом. Вот наша структура. Отрицательный заряд теперь у этого кислорода. Давайте повторим. Реальная структура сопряженного основания представляет собой гибрид резонансных структур. Но теперь отрицательный заряд делокализован. Он распространяется и стабилизирует сопряженные основания. В нашем случае он локализован в двух кислородах, и это делает сопряженные основания еще стабильнее, чем гидроксид анион. Мы рассматриваем гибрид этого сопряженного основания, в котором отрицательный заряд делокализован в двух кислородах. При этом в данном случае у нас есть только один отрицательно заряженный кислород. Тот факт, что мы можем делокализовать отрицательный заряд в электроотрицательных атомах, делает ацетат анион более стабильным, чем гидроксид анион. Поскольку ацетат анион более стабилен, чем гидроксид анион, он делает уксусную кислоту более кислотной, чем этанол. И когда мы определяем кислотность молекулы, следует помнить не только об электроотрицательности атома, но и о возможных резонансных структурах. Чем больше резонансных структур мы можем нарисовать, тем стабильнее сопряженные основания.